Всем привет! Поделюсь сегодня с вами комплексом упражнений артикуляционной гимнастики для твердого звука Л. Вообще, артикуляционная гимнастика это как фитнес для языка. И артикуляционную гимнастику мы используем не только для того, чтобы поставить звук, но также используем на этапе автоматизации, на этапе дифференциации звуков, ну и вообще, чтобы речь наша звучала чисто, красиво, мы тренируем мышцу языка, делаем артикуляционную гимнастику. Начинаем с упражнения. Лопатка. Наш язычок широкий-широкий. Кладем на нижнюю губу и удерживаем несколько секунд. Можно считать, можно загибать пальцы. Удерживаем. Если вдруг язык начинает волноваться, изгибаться, не лежит, тогда мы начинаем его расслаблять. Давай постряпаем. И удерживаем. Делаем так 5-7 раз и переходим к следующему упражнению. Вкусное варенье. Да-да-да-да. Начинаем облизывать верхнюю губу. Такое интересное упражнение. Смешное даже. Вообще, как бы артикуляционная гимнастика, это вообще даже смешно и весело. Начинаем облизывать. Тяни-тяни язычок. Выше-выше. Не спеши. Отлично получилось. А теперь давай то же самое сделаем в другую сторону. Верно. Упражнение. Качели. Рот открываем широко. Держим их в улыбке. Удерживаем. Язычок поднимаем вверх. За верхние зубы. Затем опускаем вниз. За нижние зубы. И выполняем это упражнение в динамике. Раз-два. Раз-два. Посмотри, наш язычок не вываливается ни за верхние зубки, ни за нижние. Мы удерживаем наш язычок в полости рта. Обязательно обращаем внимание на то, чтобы челюсть наша не ходила. Челюсть не помогает. Работает только язычок. Если не совсем, конечно, такое получается, можно придержать челюсть. Вот так можно. И продолжать трудиться. Что это? Ух ты, это парусник. Правильно. Представим, что сейчас он превратился в проход и начинает гудеть. Но мы будем тренировать сейчас не кончик языка. Это будет голосовое упражнение. Мы будем тренировать спинку языка. Помним и знаем, если наш язык произносит твердый звук Л. Кончик языка упирается вверх. И прогибается спинка. Так вот, ее нам нужно натренировать, чтобы почувствовать всю эту твердость. Итак, когда мы произносим обычный звук И, наш язык внизу. То же самое сейчас. Мы кладем язычок вниз, делаем улыбку, делаем вдох и произносим И. Повторяйте вместе со мной. И язык упирается, да, и он просто спокойно лежит внизу, но спинка языка изгибается. Прямо почувствуйте. То есть тренируем, тренируем мы с вами серединку, спинку языка. Следующее упражнение тоже довольно-таки смешное. Это индюк. У индюка широкий хвост. Давай с тобой покажем или превратим наш язычок в такой вот широкий хвост. Располагаем его наверху над верхней губой. И сначала, вот он наш язык, вот он наш хвост. И сначала мы будем этот язык поднимать вверх-вниз, вверх-вниз. Хвост индюка расположился наверху и поднимается то вверх, то вниз. Давай попробуем. Если получается это упражнение, мы видим, что язык подвижный. А мы и работаем над этим, да, мы работаем над кончиком языка, мы работаем над подвижностью языка. Данное упражнение начало получаться. Ура! Здорово! Ну что, отправляемся на базар, начинаем там устраивать болтовню. Давай мы с тобой побазарим, как индюк, да, отправимся. И побалаболим. Можно даже поругаться. И вы услышите, что начнет проскакивать. Звук – это очень полезное упражнение. Ну все, пробуем. Делаем несколько раз. Отрабатываем сначала верхнее положение, подвижность языка, кончик языка. А потом добавляем звук. Прям устраиваем. Такой спор друг с другом. Переходим к упражнению. Правильно, маляр. Язычок поднимаем наверх. И за верхние зубки ставим. И начинаем чистить, красить от овел до горлышка. И не отрывая, делаем обратно. Медленные, красивые движения. Обращаем внимание, чтобы челюсть не шевелилась. Работает только наш язычок. Пришла пора почистить наши зубы. Язычок кладем наверх. И будем вычищать каждый зуб. Начинаем от дальнего зуба. И двигаемся из одной стороны и в другую. Все-все-все вычистили. Чистый-чистый ротик. Чистые-чистые верхние зубки. Так, мы их почистили. Но а сколько их там у нас? Давай-ка мы теперь эти все зубки посчитаем. И переходим к следующему упражнению, которое называется считаем верхние зубы. Опять-таки поднимаем язык наверх. Верхнее положение. И от дальнего зуба начинаем считать каждый зуб языком. И просим, посчитай. Вот ты сейчас с язычком посчитай, сколько у тебя зубов. Много? 12, 13, 10. А давай в другую сторону посчитаем, сколько там у тебя зубов. Правильно ли ты сосчитал? Не торопимся. Выполняем упражнение качественно. Качественно. Выполняем упражнение. И считаем каждый зубик. Еще раз. Давай с этой стороны. Теперь в эту. Челюсть не уходит. Работает только наш язычок. Ух ты! Ну что? Ловим теперь мышку за хвостик. Мы открываем рот и начинаем ловить. Ал-л, 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 ал-л. То есть прикусываем язык. И вы услышите, что уже начинает звучать этот звук. Похоже на л. А давайте при кончике языка попробуем прикусить. Ал-л, 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 ал-л. И так звучит, и так звучит. А распробуй на вкус этот звук. Ал-л, 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 ал-л. Таким образом, уже можно сразу же услышать этот твердый звук. Но мы знаем и понимаем, что правильное произношение этого звука, когда кончик языка упирается за верхние зубки. Постучи. Вот, отбилки, да? Поймай. Давай теперь попробуем быть большим пароходом. Маленький-то кораблик маленький уплыл. И за ним приплыл большой пароход. Попробуем поставить, надуть парус и погудеть. Л-л-л. Ротик не закрываем. Держим его в улыбке. Широко открываем. Гудим, гудим. Л-л. Можно очередовать. Поприкусывать язычок. Ловим мышку. И отправляем в путешествие. Гудим, как большой пароход. Л-л, ал-л, 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 ал-л. Затем, конечно, когда звук поставили, он появился, артикуляционную гимнастику продолжаем делать, затем используем открытые слоги, закрытые слоги, чистоговорки, начинаем произносить слова и предложения. Сегодня мы таким образом занимаемся артикуляционной гимнастикой на этапе постановки звука. Артикуляционная гимнастика может быть для шипящих, для сонорных, для свистящих, может быть общий комплекс, может быть для маленьких деток. Занимайтесь с удовольствием, присоединяйтесь к нам, пишите мне, хочу тебе на артикуляционную гимнастику и улучшайте качество речи. Делайте ее красивой, чистой и приятной. Всем пока!